Осталось 10 секунд Отлично, настрой хороший, только если нюби будут играть в своем составе А, они играют не в своем составе, опять же Ну, не факт, кто там играет, под какими никами, но я думаю, да Если будет повторение той игры, которую они показывали вчера, то, я думаю, их сейчас в салат просто разнесут Ну, мы помним, как вчера и хоумы тоже не очень хорошую доту показывали, все же тоже проиграли у Тангфу, если я не ошибаюсь Но в целом, да, в целом, конечно, нюби вчера показали суперотвратительную доту и играли неполным составом Но сегодня вот точно не будет Чуани, опять же, вместо него играет Саншэнк Но Му-Му, Кака, Хао и Кейпи все-таки вроде как сидят в лобби и все хорошо с этими ребятами Ну и хоумы тоже знаем своим основным составом Ой, кстати говоря, Олд Элевен, Олд Ланем, Олд Чикен, Финлира, Айс 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 У них товарища Фэна, я так понимаю, уже выкинули, успели, да? Вчера же он был Да, вчера был Интересно Интересные изменения, опять же, либо... Ну, мы знаем, что, по-моему, Элевена выкидывали из состава Все, что точно, точную информацию Да, Элевен у них играл в основном составе, как раз-таки до мейджера Потом его выкинули на Саба, потому что у него были какие-то семейные проблемы И взяли вместо него товарищем Фэна И вчера этот Фэн как раз-таки играл Сегодня мы видим, Фэна нет, и опять-таки Олд Элевен будет защищать честь своей команды Своей организации Интересно Возвращение други своя Три таких потенциальных суппорта у нас Ланэм, Фенрира и Айс 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 Получается, что так Видимо, Айс 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 вернется на свою сложную Чеки Олд Элевен будут как-то уже разбираться, кто куда пойдет Ну, в общем, ладно, ребята Да они не могут до конца решить То Айс Айс играет на сложной То идет играть с упортом То сейчас, вчера он тоже играл на сложной, по-моему Уже фидел там, как обычно То опять он уходит на супорт Ну, не знаю Походу, пытаются какую-то кашу наварить себе Но что-то пока не очень выходит Да, ну, в общем-то, ты первая карта Бест оф 2 Давайте сразу же на нее перемещаться Смотреть, что у нас в драфтах происходит В небе взяли себе Лайфтилера, Бестмастера, Винтер Виверну И Холм, Эрв Спирит, Эррблейд, Леон Такие вот составчики подбираются ТБ внезапно появился в драфте ТБ хорош ТБ хорош, но Контра вот это есть От Винтера Виверны, очень хорошая, это Эррблейд Если кто-то попадет под фокус Всех иллюзий И самого Эррблейда Ну, под Винтерс Керс То, я думаю, там ни один герой просто не выживет Да, демиджа будет залетать очень много Вот вопрос, как самого Террорблейда Контрить, конечно Может быть, увидим кого-то Элдер Титана в пике Как-то такой вариант Элдер Титан хорош Потому что мы прекрасно знаем, что у Террорблейда У него на первом левеле, по-моему, 10 армора И он там до 25-го левела, по-моему, 35-го, что ли, становится И его личного белого армора Очень жесткий приростокилит Все это хочется, конечно, срезать Элдер Титан бы крайне был бы неплох Ну, не знаю, посмотрим Тайтхантер забирается перехом Элдер Титан неплох И здесь он тоже неплох, пока смотрится под Винтера Верну Как раз два вот этих Суппортика, который имеет хороший ультимейт Который имеет хорошие заклинания Много заклинаний Ну, три будут заклинания, которые будут пробивать Блокинбары всякие Да и по ОЕ хорошо работают Тоже звучит действительно неплохо Ну что ж, четвертый пик Какая на капитанском злоте будет думать Ребята, вот сразу, пока мы, в общем-то, не стартовали полноценно наш эфир Я вам расскажу о том, что происходит У нас одновременно целых пять мячей транслируются Рухабом Быстренько пробегусь по всем Вы уж сами выбирайте, что вам интереснее, что вы будете смотреть Итак, ДПЛ, два стрима подряд Ньюби против Эхоум, смотрите здесь на первом канале Ньюби Уай против Эхоум Эл Два вторых состава вот этих двух организаций Будут играть на втором нашем канале Twitch.tv.ruhub2 Дальше у нас на третьем канале Twitch.tv.ruhub3 Будут играть в финал все квалификации на Наньянках Execration против EG Unity Там Тексас комментирует, тоже можете посматривать Ну и тут же у нас прямо сейчас стартуют Две одновременные трансляции Лан-финалов ESL One Frankfurt Liquid против Vega будут играть на Twitch.tv Слэш ESL нижнее подчеркивание RUHUB нижнее подчеркивание Dota2 нижнее подчеркивание RU комментирует GoodHunt И, собственно, Фнатики против Элайнс Играют на канале Twitch.tv Слэш ESL нижнее подчеркивание RUHUB нижнее подчеркивание Dota2BRU Вот, и комментирует Lex Lost Вот так вот Так что пять матчей одновременно RUHUB транслирует Все, что вам интересно, подбирайте Смотрите, ничего не пропускайте Все игры интересны Вот, и на каких-то из каналов В общем-то, матчи будут продолжаться До, вплоть до позднего вечера Самец там будет, конечно, дикий Да, везде, везде У нас очень интересный матч Конечно, обязательно смотрите Не пропускайте Но это мы смотрим Nubi Home И Лину допикивают себе Четвертым героем Ребята из Nubi Бёрст такой Я думаю, эта Лина Скорее всего В мидл пойдет У меня такое ощущение Вряд ли будет До спорта Но она как-то Периодически же Заезжает в пике То Суппорта мой Можно увидеть Там как раз-таки О тех же Nubi Там Чуан на ней Очень любит поигрывать То в мидл Она в какой-то команда Заедет Когда там есть какой-то Милешник На миде Который можно просто Переденайть Убить Там пару раз Керой неплохой Хороший верст Потенциально Может уйти в лейд В керриодиас Вообще, наверное Верст будет нужен Под Праймал Эрор Вестмастер То есть, если будет фокус Какой-то цели Нужно миллион демоджа Два влить Чтобы быстро сделать минус Кто бы это ни был Я не знаю В Террор Блейд Или попытаются раскастоваться Либо у кого-либо еще Вообще, Террор Блейд Наверное, самая принципиальная Здесь цель На нее нужно будет делать Акцент постоянно Драк Да и в принципе Дополнительное АОЕ Просто еще есть От Лины Как раз Потому что АОЕшечка На самом деле маловато Есть ультимейты Да, сильные От Винтера Верны Там Вот А больше нету АОЕшек Ну, сплинтер Бласт еще есть Все Топоры Долго не будут Максиса Ну, что еще Ультимейт Лавстилера Но я думаю Он просто так Чтобы там Иллюзии эти разобрать Он вряд ли будет Юзать Так что Лина Хорош пик По АОЕшке Так, плюс Феникса Себе еще добрали По линиям Мы с вами получим Скорее всего Действительно Лину Метапую Лавстилера Винтер Верна на легкой Феникс Бессмастер Ну, Феникс на сложный Бессмастер может быть Лес что-нибудь такое придумают И добирают себе Никса и Хом Как раз таки Такой контрпик Той самой Лины И может быть даже Феникс Очень неплохо смотрится Герой Против последних двух героев Ньюби Керри Айс 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 Керри Айс 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 О боги О боги До чего мы докатились До чего мы с вами Должили Айс 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 Взял себе Террор Блейд Это будет интересно Сейчас он развалится 25-0 Мы с тобой Рты позакрываем Так мы уже можем Рты закрыть Даже если он Проиграет 0-25 Мы же Когда его видели Последний раз На Террор Блейде Ты можешь помнить Хотя Какой-то раз Какую-нибудь карту Последнюю Когда он играл Вообще на керри На легкой линии Я думаю Он Очень много в доту играет Поэтому Я думаю Он на любом Герое может исполнить А это хорошая Универсальная Я бы сказал Универсальная Да Универсальная Чтоб никого не обижать Ладно Поехали Команда Ньюби Кака будет играть Нас на Фениксе Ему будет играть Нас на Лине Ассаршен будет играть На Интер Верни Хао будет играть На Ластилере Кейпи будет играть Нас на Бейстмастере Так Уехому в Фендрир Мы видим Скатает Наверное в Спирите На сложную линию Идет Олд Элевен На Тайтхантере Здесь Олд Чикетс Играет На Никсе На Топиум Видим Ланем На Суппорт Леоне Ну и Айс Айс На Террор Плейте Так У меня какие-то лаги У тебя есть лаги? Да Они Лаги всегда Держим Возьми Это же Перфект Ворлд Ну вчера Вот только На одной карте Немного Отключиться Вернуться в игру Походу я тоже самое Сделаю сейчас Пять карт За шесть карт Дожил Только Единое Что я у меня полагал И все было хорошо Ты кстати сколько Такой в топчик 12 миллионов Уже достиг Призовый фонд Ты сколько ставил? Я ставил 22-23 Ну я думаю Что к этой цифре придет Как бы еще Не выпустили Вторые, третьи Сундуки И еще много Все интересных Да Я ставил 24-25 Ага Ну плюс-минус Ну да За двадцатку Должно перевалить Обязательно Вот В этом я почему-то уверен Иначе быть не может Ну точно Должно переплюнуть В предыдущий интернешнл Ну точно Должно Для народу Больше в доту Начало играть Больше смотреть Поэтому И больше на этот Как так называемый Рынок Черный Шмоточный Народу пришло В том числе тоже Паль для этого Делает все Но это нормальный рост На самом деле Когда от интернешнл К интернешнл Призовый фонд растет И чуть ли не в двукратном Размере Это всегда Ну правда Конечно Должен быть в один момент Предел Ты смотри Какой хитрый му Что он сделал сейчас Он выложил Нул талисман Вот здесь вот Положил Подошел специально Под моноберн Ему дал нюкс Моноберн И потом пошел Подобрал нул талисман Хорош Это умный Это умный Это реально очень умный В итоге он потерял Меньше Да Красавчик ему знает Как против них Состоять И алчики на этот момент Не прочитал Хотя он вряд ли Конечно Знал точно Что есть там нулик Может быть Он видел у Лины Пустой слот И думал Что это будет Быстрый боттл Переиграл Ну хорош Мы вчера брат Показывал не самую Конечно стабильную доту Мы вчера это уже отмечали В общем-то Как и полный состав Ньюби Надеемся что сегодня Ребята соберутся Потому что уже Проигрывать наверное нельзя Две карты вчера утеряны Сместили их на строчку Ниже Вот в этой групповой стадии Сейчас они там занимают Скажем Седьмое место что ли Шестое Все равно у них запас есть Определенный запас На котором они могут Еще парочку игр Спокойно 0-2 проигрывать Вот если их Ом выигрывает Сейчас 2-0 у Ньюби Они как раз таки сравняются Так что Думаю не очень Это Ньюби и нужно А их омы кстати говоря Занимаются сейчас Десятое место Как раз на границе Находится вылета В минорную лику Такие вот расклады Так у нас в Фениксе Какие-то проблемы Слушай ты в курсе Не в курсе Вот ESL сейчас начинается Там какие-то проблемы Каких-то команд Кто-то не доехал Кто-то не приехал Что происходит вообще Слишком много информации С утра прям прилетело Кто у нас не доехал У нас не доехали ЛГД Так И вместо них ВП Вместо них играет Виртуз ПРО Да Но не полным составом Потому что уже кто-то Не доехал Этого я не знаю Информацию Я знаю что Уликой тут будет Замена Одна Какие-то жуткие передряги Ну конечно не все успели Во-первых отойти от Морально-болевого шока С Манилой Мейджор Что называется Адаптироваться И через три дня Лететь уже на Франкфурт В Германию Вот поэтому Стенд-ин Это понятно То что ЛГД не прилетели Это довольно интересно Хотя у них конечно Я думаю не особо важен Этот турнир ESL Из-за Ликвидов Выступит Ну Фата не будет Из-за них выступит Их тренер Хин Корейский Хин Ты знаешь По-моему Это очень даже адекватная Замена Судя по тому Как выступает Тем Ликвид Ну не знаю Тренером он может быть Может быть и хороший Но Так как он играл В МП Феникс Мне его игра не нравилась Он же играл с упортом Вот Не знаю Мне не радовала его игра Так что может быть В смысле Не может быть А это 100% Минус пойдет Ликвидам Никакой тут Равноценной замены Им Не пахнет Ты знаешь Когда Вот нельзя недооценивать Корейцев на самом деле Вот он может быть Не блистал в стайбе МП Феникс А это было кстати говоря Последний раз Когда он играл Я смотрю Это был Даже ноябрь 1015 То есть Больше полугода назад Там ведь Не так хорошо Сами МВП Вообще выступали На фоне них Хин еще держался Более-менее Может быть За время полугодичного Тренерства Тим Ликвид Или сколько там У них тренирует Он увидел Как катают Эти вот Задроты Суппорты У Тим Ликвид И может быть Сам потренировался Учителя Теперь он макро Больше понимает Потому что следил За командой За профессиональными Очень много Не знаю Не знаю Надо посмотреть Надо посмотреть Тим Ликвид Сегодня будут выступать Сейчас как раз таки Первый матч они играют Обязательно Коидите Вот на этих крипах Эх Не успела Слабак Может быть так и запланировано было Вообще да Останно было Конечно разрядить Чтобы Никс Много темп же не нанес И все МВП не высосал Но в целом Вот сейчас Когда у Лины Уже не остается МП Никс мало что Может сделать Моноперным Сейчас в принципе Уму должна быть Неплохая линия Можно пробивать с руки Единственное У Никса Преимущество то Что он Переденайвает Будет Лину И Лина Его не с руки Нормально пробивать Не может Потому что он стоит Под пурман шилдом Там в недавних патчах Его пофиксили Еще этого Никса апнули У него еще чуть больше Регенчика добавили Личного его Ну он 4 регена в секунду Это очень много Погнать с линии Конечно Никса будет очень сложно Нужна будет какая-то помощь Но помощь подоспевает Наоборот К Никсу Это Финдрир Который встраивал Вот здесь Возле лесочка Спятался за деревцем И готов летать В случае чего Довольно опасно Еще и линия пропушилась И может Может залетать Финдрир Но правда Там уже Лина ХП себе Полностью восстановила За счет хилинг салф Поэтому будет не так просто Но там у нас Своя канитель В общем давайте Переместимся на нижнюю линию Посмотрим что здесь происходит Здесь лайтхантер Будет стоять против Внимание Феникса Лайфстиллера И еще рядышком Миттер Виверна Две птицы будут охранять Этого Спина выходит у нас на му И Саншайн Должен помогать ему На хостах Должен видеть Ну а у нее просто Му уходит Просто отогнали Линия Нужно сейчас будет делать Символический кружочек Чтоб вернуться на нее Тяжело конечно Подловить Лину Все таки Сапога не было Ни у Лиона Ни у Орф Спирит Орф Спирит очевидно Не доставал своим Роллинг Болдером Но если даже он достал То Лион в любом случае Не успел потянуться Поэтому Канг здесь провалился И все грамотно сделал Ну ушел в другую сторону Пытался при этом Еще и руну подконтроль Такое На топе на серионе На фрифарме Находится террор плейт И пока на него Внимание не обращают У него 17 на 3 крипта Тут уже 18 Дискать Бить крипов умеет Мы это знаем Доволен Еще так вот Иллюзия отводит крипов Чтобы пропушить Тавар Все тоже очень грамотно Правда вот Базилиуса нет Бесмастер просто Унуждает Бежать на эту линию Чтоб помочь Тавару Еще сюда Саншенг Телепортнулся Ну нужно сейвить Теророк А то Террор Блейд получил Очень жесткий Буст Уже выход на Саншенга Закатывается сюда Федрир на камни И Саншенг Скорее всего нету У него Голден Брейс Должен убирать Должен его догонять Айс 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 Очень жестким Успитом Террор Блейда Ну куда же полез Винтер Верна Пришла дать Спринтер Бласт Первого уровня Который вообще Никак не заметил Террор Блейда Он просто пошел Вперед И с помощью Федрир Ты посмотри У замедления Какой рейндж Ты не уйдешь От него просто Нужно стоять Под Террор 2 было Ну да-да Вот далеко ушла Винтер Верна В итоге Спаси Тавар не смогла Сама жизнь свою Отдала Отдала Феррст Блад Крапас Ну это же без Крапаси Он ожидал Нюка какого-то Никс Чтобы Крапаси Прожать Нюка не было Все в порядке Отходит в разные стороны Ты знаешь Как переденаивает Никс У нас Лину 11 крипов Добитых Чужих Да Лине действительно Тяжеловато Опять выход У нас на Саншенга Наверх Если он В поле зрения А он уже Вот он сейчас Уда Сейчас опять Будет умирать Скорее всего Нет-нет-нет Большая пачка крипов Нет здесь Терлблейда Вряд ли Вряд ли Будет накататься Вернер Не более первого левела Ну да Твум супортом Будет очень сложно Винтер Верна Пробить Дембдж Просто не хватит Откровенно Конечно Рискует Саншенг Но у него При этом Есть Сапог Третий уровень Понимает Что пока Сложная линия Свободна Нужно Ее пытаться Как-то занимать Может быть Конечно Немного Рискованно Но при этом Свой профит Ты будешь Что-то получать Их вам Очень грамотно Сделали Тб нафармил себе ПТ быстренько Как раз Этого Фюзбада Эту быстро Получил Все И ушел в лес С топором Он очень жестко Лесо фармит Под свои иллюзии Может еще Метаморфозу Подключить Это еще быстрее Будет Конечно МП очень много Съедает Запас Мфлотер Рубы Довольно Маленький Ну кажется Выход в Аквилу Будет делать Купил себе Шесть Сейдж Маск Думаю Скорее всего Это Базил Или Аквилу Ну типа того СМП будет Чуть попроще Но пока Конечно тяжеловато Все равно Фармить леса Выпендрился У нас Аспирит Ну вот К слову о том Что Сашенга Было сложно взять Более того Еще и сами Нафитили А тут выходит КП А у него появился Праймал Рорд Уже Спринтер Бласт Ладно ему Большие проблемы Подкопал Капанов Он не уйдет Капаны не отпускают Да действительно Хороший выход От КП Ну тут тот самый Бестмастер лесной С Аронталоном Ему много времени Не нужно На пятой минуте Он уже получает Левел 6 И сразу же Делает первый выход Все грамотно Все четко КП пока хорош Ну и нужно конечно Выходить Будет быстрая Некрономикона В целом поможет Так ну и на Нижней линии У нас по прежнему Фармит лайфстиллер Фармит не так круто Как фармит террбит Хотя нет Крепсата у них Все хорошо И лдлэв это при этом Еще пытаются подмять Тут же эко смеш Олдлэв он хоть и страдает Но при этом не так больно Уже прогрызает его хао Потому что Дебаф действует Икарус дайв пошел Олдлэв он решил развернуться Чтобы убить вообще КК Вот так жестко Еще одно ТП Пинтер Виверну Уже здесь можно дать Хороший сплинтер бласт Пинтер бласт залетает По Олдлэвну Артик Берн Должны убивать Должны пробить Действительно Не знаю зачем Развернулся на старый Тейдхантер Ведь атака на му Втроем накинулись Прям по тавр Загнобили Ну и бестмастер сюда пришедший Ничего помочь не мог У него Прайм Аурора нет Ну бестмастер маны просто нету Да и маны нет И кулдаун Все не так и все не то Хороший сплинтер Загирает у нас Эрик Генчик Никс вообще опасный Боевой единиц В самом деле Если у него хороший старт Он может Ой сколько шороху навести На него столько ресурсов Нужно тратить Постоянно с антреи Выставлять именно с антреи Не даст Чтоб он не мог на тебя набежать Ну да Уже может начинать роумить В принципе Лучше стоит его имеется Можно будет потом Приобрести себе аркейн бутс Какие-то Ну и на стоп ганготь 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 В принципе Ровно заниматься тем же Чем занимается сейчас Бестмастер По кулдауну Прайм Аурора Он будет выходить Под смоками И делать киллы Посмотрим У кого получится лучше Тедхантер в очередной раз На фитил Теперь уже Пристошедший сюда Му помог Злакон и Блейд Еще и стаки Нашли здесь Ммм Какие вкусные стаки Здесь много Нейтральных крипов Все это Му может забрать Ждет Раконслей В третьем уровне Да ну и С фениксом Плавинки Поделит экспириенс Феникс тоже Это очень важно У него левел четвертый Нужно получать Супернову Но Му уже Левел шестой Отмывитель Так Ну и вот побежал Олчикин Первая его атака Под виндетой Есть уже аркейн бутс Найдет сейчас Му Которого очень мало ХП И при этом Вообще Ноль МП Через два подкопа Благополучно Его забирают Хороший выход Му даже не опускался На землю Ему сначала Один импейл дали Потом второй Даже не импейл Как он называется А взменили Эрф спайк Проще называть его Подкоп Подкоп, да Просто подкоп Все прекрасно понимают Есть еще круговой подкоп У Тайгхантера Тоже подкоп По сути Хотя реведж звучит Более эпично Мощно звучит Помощнее Реведж Как Блэкхол Тоже мощно звучит Так и реведж У нас куча ТП Сюда на нижней линии Пытаются не отдать Свой Тавер Ребята из Ньюби Приходит Улддлнэм Слишком далеко зашел На мой взгляд Санрей пошел Нету маны на Сандер Нету маны на Сандер Можно спрятаться Как-то И с кем-то Слапнуться ХПшечка Но нельзя попадать Под Лину Лина Таких не прощает Для этого и была Напикнута Чтобы налог ХПшного Террорблейда Разрядиться И не давать ему Не давать ему Скуставать Сандер В итоге Разбегаются Ихоумы Тавер Изобрать они не смогли Ньюби все-таки Сдержали оборону Но вот на топе Может стрять КП Там же Олд Чикен Уже идет под Вендетой Но Фенрира Очень серьезно Замедляет Капан Сперва Надо срочно догонять Потому что на верхней руне Валяется хосты И я думаю Олд Чикен должен успевать Хосты 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 Даже не пошел за хостя Ушел вообще Да Олд Чикен Так понимаю Наверняка Знать что здесь Хейст не мог Потому что здесь Вижна не было Поэтому ушел Немного КП возвращается Взял кружочек И вернулся На линию Опять напрягать Ты знаешь Сегодня Ньюби играет Немного получше Чем был вчерашний Игровой день Сегодня уже Такого жесткого Фида Мы не видим Жесткая Диминация Стороны противника Тоже Более-менее Равноценная игра Только муч Сейчас подставился У меня злокал Что ж Мне успел добежать Леон Так бы сингером дал И ему скорее всего Умирал Все разрывы пошли Так что у нас По этому вообще Десятая минута Пройдемся Пройдемся Так Эластилер Уходит у нас В армлет Ничего у него еще нету Никакие Просто все Вспомогательные Итемы начальные У кого аквилы У кого там стики У кого ботлы Коу-пауэр-трэдс Всякие ботинки Разные Ничего пока Такого жесткого Собрано не было Так я вернулся Пошло быть Окей Нет сегодня конечно Перфектфоролд Вообще не радует Эти лаги бесконечные Сумасшествие какое-то It's impossible to cast Дот Объюсно Не способ У меня сейчас У меня сейчас даже Не слайдшоу У меня просто Герои остывают На месте И через секунд 7 они оказываются В другом месте Кошмар Так ладно Вроде более-менее Разобрались Сейчас получше Стала картинка 11 минут игры У нас уже прошло 4-3 Ну вроде и фрагов Было достаточное Количество сделано И перемещений Довольно-таки много Посмотрим во что Это вылет Пока преимущества Ни одной из команд Нет Сейчас пойдут опять Эти жесткие замесы Такой у нас Не супер какой-то Агрессивный Стартпелл А сейчас при получении Всех ультимейтов Там когда их Спирит И там Тайдхантер И получат в ультимейте Тайдхантер на 7 левеле Просто нету реведжа Но он не нужен В принципе Зачем Бесполезный Бесполезный СПЛ вообще Ну вот Когда все ультимейты Свои получат Тогда начнется Причем даже Ты не оставил На один скиллпоинт Непрокачан Чтобы в случае чего Воспользоваться реведжем Да И так И так Сойдет То четвертый НК смешит То якорь больно бьет И пассивка По три очка Укачана Прям хорошо Так Волчикин пробежался Под вендеты Попытался кого-то найти Никого он тут не нашел Точнее нашел Но не рискнул напасть Потому что было очень страшно Ну и так Ну и так Ну и все вообще Опасно приходить На легкую линию Там всегда Сентры по идее Должны стоять Чтоб вот такие нюксы Которые есть в игре Они туда Не приходили Или не убивали На халяву Далкер Ну и в целом Героев было слишком много Конечно Ты можешь выйти В одного раз кастоваться Но не факт Что тебе хватит Эмэдж Тем более Тайтхантера не поможет Пока Так Олтлан Нем Забегает На Леоне У него кстати говоря Есть прокаст Ему тоже есть прокаст Стан на стан Дизейбл на дизейбл Что дальше Дальше камень У него могут быть проблемы Платкоп Фингер Моментальный минус Ну и кипеди Спасти никак Да В общем такая Снизу Снизу Нападают Алт 11 Замедление Яйцо Яйцо можно Нет яйцо нельзя Ломать нужно бежать Хао падет Точнее не падет Не пошел Феникс тоже дальше Не полетел Чтобы сделать Скилл И только у нас Сбили тайтхантера ТП здесь ТП на месте Но у него опять нет маны У него нет маны На сандер Только на иллюзию И на замедление Вообще Айсэс только на топе Был Я не знаю С чем он вниз пришел То есть он мог остаться Пофармить спокойно Здесь у него будут проблемы Ну типа с метаморфозой В спину расстрелять Людей У него атака до 200 Сейчас Как-то не расстрелялся Все его будут расстреливать Сандрей пошел Хао идет вперед Рейдж не успел Прожать Леон умрет А что испугался Ты три удара делаешь А там спинал Левен пришел Получает Винтерс Керс Тут же у нас пошел Инфест Крипмага Они просто даже не понимают Что он с 7 левел И без реведжа Он говорит Сейчас реведжка станет А реведжа нету Плохо сыграл Конечно здесь Хао Конфес прятался Вылез Погиб по итогу Один в один размен Что дальше? Дальше Драгон Слейв Уайсайз проблемы Сандера уже нет Пытается уйти Ах Сплинтер Бласт Зацепил только Лан Эмо Но Санрейс Сжигает одного И второго И КАКА делает Даблкил Приходит И Перл Чикен Драка продолжается Есть подкоп Станк Карапаси Колдем Брейс Есть тик Все есть уму Ну улетит спокойно Сокарс Дайву Хороший размен Очень хороший Вроде Кэрри умер Но там Кэрри и еще Офлейнер и Саппорт Да много Конечно кого Понадавали Хом на нижней линии Сейчас В любом случае ТБ все еще держится На первой строчке По Нетфорс Купил себе Яшу Обгоняет Лайфстиллера Никс Чуть получше Чем Бестмастер Но вот правда Дальше Дальше есть провал Определенный У ребят из Хоум Тайтхантер Очень-очень плохо Со сложной линии Обратите внимание У нее Нетфорс Второй снизу Тенек нет Рэвиджа нет Ничего нет Рэвидж появился Нистаков нет Праймал Роун Фенриер Минус Да Такого тут Не уходишь От Лазера Четвертого уровня Ну кстати говоря Мы можем и сравнить От этого бегающего Кэйпи У него 2.0.0 То есть Его выходы Были результативными Практически все А у Никса же Видим 1.0.1 В принципе Алчикен тоже неплох Но правда Да у Кэйпи Вторая книжка уже на подходе Да Это важно Он действительно Фармил здорово Бестмастер вообще Вышел на первую строчку По надпорсу Он и фраги делает И крипов фармит И везде успевает Еще и вижен Дает хороший За счет своих ястриков Пока круто Отыгрывает Кэйпи Ну а Алтол Чекен Все еще пытается Найти свою цель Для атаки Перемещается По карте Сейчас может быть Му даст Забрать Да подкапывает После удара С руки И это минус Хороший минус Но при этом Падает тавер на топе Силы тьмы Укрепили Свои сооружения Смещаюсь У Дайхома Вижна нету У Ньюби Только ястреб Ястребы очень Два хорошо висят Все подходы Видны Кабаны Здесь крипов Убодят Пытается полностью Расконтролить ситуацию Кэйпи Но правда Снизу ведь тоже Тавер падает Сюда уже пошли Смещения В интерверн На дефе Приходит сюда еще Феникс Ну и АСС Нужно прогнать И Карлос Дайв Тут же ставит Супернова В наглую Переродится У АСС Если могут быть проблемы Откатился уже Сандер Попытается Смещение Сделать ТП Находит Его Ну сбить ТП Не могу Сейчас бы Как в полете Дал бы ему Сандер И два удара Бам-бам Скорее всего Потом бы Его за это наказал Какой-нибудь Лайфстилер Который с тобой Пришел Это не факт На самом деле Лайфстилер Не Хотя Да Разорвал бы Я думаю Там же еще Ивент Верна была Не отпустили В любом случае Что молодец Сдару бейдж Все верно Дабл эмэдж Поднимает нас Фенриер Жесткие ворды Вообще По всей карте Стоят Везде Есть вижн Птица летает Ухому Против такого Гем Обычно Хорошо заходит Впоследствии Будет куплен Тем более Что знаю В противоположной Команде Есть Алт Чикен Много Вардов Стоит И противника Я думаю Рано или поздно Будет приобретен Кем Чтобы сконтролить Ну чуть позже Так Пока мы видим прогресс По артефактам Армлет появляется Ухау Есть у него Видим еще и Блайтстоун Возможно Выдет какой-то Дизолятор Может быть и нет Кипи выходит Свои третьи Кипи в сайлансе Не может дать Санчик Хороший Праймал Рор Теперь на Финрира Пошел тут же Рэвэдж Приостанавливает Движение Кипи Умуму Падает Ценка Смэша Финрира Скорее всего Здесь Попытаются Убить Финрира Все-таки Выживает Очередные Подкопы Как же Четко Сейвит Своих Тиммейтов Ихом Здесь В итоге Размин Получился Один в три Надо забирать Некров За них Очень много Денег 400 голды Это больше Чем за героя Надо Надо Оп Хорошо Все Запармили Не 400 А 300 А вторые Женек Слушай Ну и здорово Получилось Эти бесконечные Станы Сайланс Магический Прокаст Все это Негативно Сказывается На драке У Ньюби И Когда вот Это все В сочетании Заходит Это Хом Ньюби Ничего Не могло Сделать Вот Они успели Раскастоваться Единственное Что они смогли Сделать Раскастоваться Террор Блейд Его забрать Ну а дальше Дальше Ресурсов Просто Не хватило И это будет На протяжении Всей игры То есть У Леона Подкоп У Дагхантера Есть Реведж Тоже Считай Подкоп В огромнейшем Ауе У Никса Есть Подкоп Все Это Станы Есть Сайланс У Эрфспирит У него Тоже Есть Стан Просто Не было Карпасов Ну и в целом Как бы Никс фармил Один По чужим Даваром Без помощи Симейтера Смачок А зачем Смачок Без Реведжа Без Реведжа Вы Ничего не сможете Сделать Странный Смог Ну В четвером Конечно Против пятерых Эти Наверное Такое Себе Не Не Фингер и не Реведжа Еще Финриры Скорее Все Поймают Да Что Происходит Как Второй Килл Плюс Еще Рошана Заходит У меня Опять Лакайд Что 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 Почему Такой Плохой Стан Почему Почему Стан Дает В Эту сторону Там Что Происходит Рошана Нужно Стан Давать Что За Лаги Леон Погибает Делает Пайбэк Зелива На Погоне Я Вижу На Развороте Саншенка Убивает Зерплейт Сам Он тоже Жив Кипит Страдает Питук Переворачивает Эту драку Да Сейчас Подогонять Сандер Нет Сандер Уже Не работает Так Ну Три в ноль И минус Рошан Да Странная Вообще Игра Какая-то Была А сначала От Леона Но потом Все равно Как-то Умудрились Перевернуть Это Все Ну да Возродились Герои Мне уже Ресурсы Леон Кстати выкупился Да Леон Замечательно После драки Разлагивает И становится Все хорошо Окей Ну ладно Мы видим Кахому Будут забирать Рошан На Террор Бэйд Достанется Судя по всему Аегис У него Кстати говоря Уже есть Дракон Лэнс После Яши Такой плотненький Стал Стотовый С демеджем У него Всегда был Полный порядок Выживаемость У него Есть 24 единицы Брани Единственное Что его пробивает Конечно Это магический Прокаст Против него Впоследствии Может быть Появится Просто артефакт На статы Пожирнее Будет Уже Не будет Чувствовать Урона Так Ну короче Пытаюсь Еще раз Перезайти Давай Давай Так что у нас По графикам По графикам Графики в нуле По золоту И по экспеди Чуть Тихо Мы там Впереди Буквально На пару тысяч Ну это Пару гангов Буквально Если какие-то Реализует На каком-нибудь Хай-левельного С большим Нотворцем Парня Работает Дотка Отлично Вроде даже Не лагает Замечательно Будем смотреть Так Преимущества у кого есть Смотрим Преимущества нет ни у кого Графики показывают равенство Окей Значит все начинаем С самого начала 21 минута встречи 13-13 Ну действительно Это такой Принципиальный На самом деле Матч между двумя Этими командами И организациями В том числе Ну между организациями Мы понимаем почему Потому что все-таки Две самые крупные Наверное Две самые богатые Организации в Китае Киперспортивные У них много составов И так далее Ну а IG Не стоит забывать Да еще IG есть Богатые Там много всяких ЛГД ЛГД есть Ну я просто говорю Одни из самых богатых Одни из самых Да Вот И между двумя Этими командами Матч принципиальный Почему Потому что это Ничто иное Как повтор Финала Китайской квалификации На Манила Мейджор Ихоумы Встречались против Ньюби Как вы знаете Ньюби 3-0 Переиграли Ихоум Ну там без шансов было Ньюби были какие-то Слишком жесткие Слишком сильные Да Поэтому Вот сейчас У Ихоум Есть прекрасная возможность Там стать Хотя бы в рамках КДПЛ Тут пока мы этого не видим Саншенг Вылетает Вылетает через деревья Телепортироваться Где-то на тоже Потому что Ты не уйдешь Вместе Ну в общем-то История повторяется Опять Жуткие лаги Такие друзья Извините Но сделать я Прочвение Вообще ничего не могу Это не наша Вина И это пофиксить Очень трудно То есть Это не фиксится Вообще Если ты из нашего региона Кастишь Да только Госпожа Удача Тебе может помочь Выбрать нужный сервер На котором будет лагать Меньше всего Причем сервер выбирается Автоматически Поэтому здесь мы тоже Ничего не можем сделать Нерегулируемый процесс Абсолютно Ну ладно В любом случае Сейчас вроде бы Все устаканилось Смотрим дальше А дальше ничего не происходит У Хау Кстати говоря Появился тот самый Дизолятор У КП почему-то Не появляются Третьих Некрономиконов 3-2-1 У него старт Стал И по итогу Без смерти Приосновили его Такой прогресс По артефактам Вот тут только прилетели Третья Некрономикона Сейчас хорошо Огр Клаб Есть УМУ Дальше выйдет В ПКБ Скорее всего Есть Хандер Медасу Кака Ну и тоже будут Какие-то артефакты И самое главное Левел появляется Нет уже 11 есть Вторая супернова Уже попроще Ну и что касается Артефактов и Хоум Блинки есть Олд Элевен У Олд Ланем И Олд Чики Но у трех Олдов Есть Блинтагеры Мобильные старички Теперь и стали Олд Элевен Пойдет Миканцем В Ассо есть очень много денег Тадо Егис У него Ну Манта Стайл надо собирать С Манта Стайл Он еще жестче становится Я не знаю почему Он наставляет все деньги 3-800 у него есть Что он хочет Собрать Ему в жирность Просто собирать нужно Манта Стайл В Аскаде Потом можно Баттерфляй собрать Как раз от всех Ниг Некров Пластиллер Звучит логично На Хау Те время залетели Сайленсом удали Хау ничего не может сделать Рейдж откатывается Но пока Сайленс висит Его подкапывают Почередной рат Еще и реведжем Накрывают сверх Пытаются убить Супернову А на втором уровне Но и поэтому Перекручивается Перерождается У нас Феникс Так продолжается Анрей пошел Тайдхантеру очень больно Правда убивает Еще и Бестмастера Проблема у Ланема На развороте Неплохо подкапывает Сейчас еще Хекс Будет на Саншен Говорят ли куда-то он уйдет Или вряд ли куда-то уйдет Ланема Хотя Саншен делает Подкоп Замечательный От Ланема Саншен никуда не сможет уйти Минус 4 Остается только Лина А Лина соло делает фракт На них все Да и зачем сюда Тарблайт Опять телепортирует Смогу спокойно забрать Два Таура Один на меди И второй На второй сразу пойти Еще тоже нормально покотать Но зачем-то сюда Протанулся Ведь ему не захотел Отдавать Лине Тавер Смотри Тавер все 4 хп Сема осталось Ну сейчас динает Лина раскастовывает Очень нагло играет Мой делает тапаун Единственный минус Террорплей Это конечно Это отсутствие Различных дизейбл Каких-либо Хексов И уйти от него Можно с помощью тапаун Элементарного И это сработало Да Творс конечно бешеный 11700 уже у Айсайсайса 500 денег Что же он будет приобретать Вот зачем ты их держишь Ну купи себе мантастайл Купи себе фуловой скади Я не знаю Ну что-нибудь купи себе Вот курьер куда-то полетел Да Это Это будет скади Фуловая Два Два арбата И сколько денег Не хватает Буквально Одного крипа Все Вот он скади Вот так вот Будет удивлять противника До этого Ньюби видели Айсайсайса Сейчас Лина дала информацию Что у него там есть Только Яш и Драгонлендз А после этого Появляется уже скади Внезапно Много опаснее Да Айгис пропал До фулл хп сразу Восстановился И на это место Принесло ему этпшку И скади Все по таймингу Да, все жестко И что делать с этим террорблейдом Вообще непонятно Конечно Айсайс сейчас Невероятно силен Все что ему нужно Это не подставиться Под каким-то образом Под прокаста Там бисмастера и Лины Не погибнуть за это время А впоследствии Он уже развернется Форму включит Вызовет иллюзии Все будет окей Ну вот смакуются На тем временем Ньюби Пытаются кого-то убить Сделать быстрый минус О, сейчас Чикен может запалить их всех Если они пойдут на иншентов Или на Айсайса Видит его Видит, прекрасно видит Под вардом он все это делает Надо уходить Очень хочется, конечно, забрать До самого Айсайса Вестмастер идет Под глиммер кейпом Нужно дать праймал рору Натянется лидат Настает праймал рору Моментальный, отлично Не убьет Не убьет никак Подкоп пошел Да, Айсайс на разварочи Сейчас будет, наоборот, встречать противника Пытается развалить Сникрономикон и разваливает Сам чуть не развалился Из-за этого Слапнулся с кем-то хп Сейчас хочет, наверняка Дагерочек какой-то можешь подкупить Чтобы как раз Когда Некра убил Потом раз, драку резко Слапнулся с хп И продолжил Ну, как вариант Добро интересно Так, драка у нас не продолжается Некрономиконы падают Хотя, вот зацепили таки КК Подкоп пошел Двойной подкоп Да, и забирается Творя иллюзию террор-блейда Дальше можно Дальше, сейчас будет Форстав дагер Ролинг-болдер Залетает дальше Пошел от Му-Юул Тут же камень залетает Глиммер кейпа на сейв Спасаться Подкоп Сцепили Саншенко Ток-кантер-саж Залетел, есть Рэвидж Не забываем Можно будет завязать Случего Такой вот Винтерскер Саншенко более защитный Чтобы пытаться уйти Но этому вряд ли его отпустят Хорошо залетает Виндир Очередной Упрыв от Ролинг-болдера Это минус Ну, какой-то сноубол был Сейчас просто через полкарты Хочется, если Сайс Очень хочет свапнуться Провоцирует противника Вообще, на самом деле У Линны-то есть Лагуна Блейд Если вдруг Зазевается Террор Блейд Может подстрелять Под станы И рассказ И не успеет Залезать Сандер Надо быть аккуратнее Ну что же Будет ли драка Не уби Если у них хоть что Тут Саншенко нет Висмастер хотят убить Есть Фингер Ну и на топ-тауэр смещаются У нас Ихомы И скорее всего Тоже будут забирать ТБ, ТБ Надо прятаться где-то Надо прятаться В кустах Там раз Сандер Дал Сговори не рискнули Ихомы идти дальше Хотя могли У них было все У них было абсолютно все Под Ястривы Если под Вижен Нормально нападут Нюби То там будет очень опасно Ничего не тратили у нас На самом деле Ихомы И остался и Рэйвэдж Остались все ультимейты И Фингер не тратился тратить Должно было остаться Повоевать Ну ладно В любом случае не решились Пока Видимо еще до закупки Их на айтем Четвертый блинк появляется Теперь это блинк у Финрира Ну и СССР тоже предлагал Купить блинк дагер Может быть 5 блинков На команду Путин Может быть и не Ну и в свою очередь У Ньюби БКБ появилось Уму Вот тоже очень важно Конечно Обзавестись БКБшками В данной ситуации Будет самым лучшим решением Ввиду того Что огромное количество Станов есть у Ихом Бесконечными станами Стоять не хочется Хочется раскастовываться Хочется бить с руки У Хао Вот есть например Рэйдж Теперь есть БКБ У Лины В целом уже неплохо Можно купить еще парочки героев Например Фениксу и Бесмастера Но это в ближайшем будущем А может быть и не в ближайшем Кстати говоря Да это у нас Ихомы На самом деле Чувствуется их Это уверенно Себе Они чувствуют себя Лидерами Если драка начнется Но Хотя они выигрывают Буквально 3000 По золоту А не так токат Накипит Теренем атакуют И Саленс Фингер Залетает Успел вызвать Некрономиконов Лайфстилер Пошел рез Тут же Форстаф Ланэм пытается спасти Очень быстро съедает Хао Сзади подходит Тайтхантер Подходит Террорблейд как раз Ну что Реверс был прокастован Му Колденбрейси Попытается сжить Айсайс тоже подстанил Но ему скорее всего не уйдет А Диамин Терскерс Смотри как сейвят Лина раскастовывается Волт 11 И сама погибает Соответственно Здесь Сандер У нас драка еще Драка просто На каком-то большом участке Карты происходит Ну и Хао Может спасти ситуацию Конечно Террорблейд Что же с ним делать Что убивать Сто убивать Зачем он подошел Вообще Его Феникс сжег бы Очень плюс раз Ну минус 5 Тим Вайб Восемь человек Таверны Крутая драка Получилась Действительно Разделилась на две части Первоначально Потом эти обе части Соединились В том месте Где должны были Столкнуться Лифстиллер И Террорблейд Случилось несчастье С Лифстиллером Он подставился Под Сандер Подставился Под коп И просто погиб Знаешь В таких вот ситуациях В таких раскладах Под такое количество Дизейблов Рейдж все-таки не особо спасает Уже хочется увидеть Лифстиллера какой-то БКБ Просто чтобы быть Бесконечным Да сейчас Если просто Лифстиллер Не подошел бы Под Сандер То Тим Вайб Сделали бы Нюби Понимаешь Да Ну и Феникс Дожег бы Террорблейда Минус 4 был бы И потом Соответственно Забрали бы Нюксапом Да Нюкс остался Ну вот Нюксап Потом Как раз Феникс С Лифстиллером Который Фулл ХП Фулл ХПовый был Просто убили бы А тут Нет Маленький такой Мини-косячок В драке произошел Да Ну Властиллер Возможно Просто даже и не знал Что Сандер Не был проюзан Сэссайдсом Потому что драка Уже длилась Там порядка минуты И за это время Он был уверен Наверное Что Террорблейд Уже проюзал Свой ультимейт А оказалось Что нет Держал до последнего На самом деле На третьем лавеле Сандера На 16 уровне В драке Можно его чуть ли не Два раза кинуть Там кулдаун 40 секунд Да Причем МП 0 занимает Да У нас драки Иногда продолжаются И по 2 минуты Бесконечные просто Все верно Но правда БКБ сейчас появился У Террорблейда Тут такая инфест-бомба В Фениксе Образовалась у нее Пытались ее реализовать Запрыгнули Но не очень удачно Ястр летает Надо сбивать его Очень хорошо Вижен дает Слушай А там Мол Чикин С дабл демеджем Под вендетой Правда Вижена очень много Или сюда не хочется Му Му видит Видит Му Да что БКБ От страха Прожал Не будет Нужно отступать Да Минус секундочка А это всегда Жестко И култаун Большой При всем при этом Реведж сейчас Прям откатится Буквально Сейчас Мол просто С прокаста умрет Что ж ты Мол Чикин Но есть Юл Есть Юл Там тем временем Мы нашли на Рошана Ребята из Ньюбе Вот такой внезапный Маневр Отдаем Лину В центре Сами забираем Рошана Утасц-целен Большой вопрос Но их вам и пока Не реагируют Слишком нагло Слишком дерзко Действует Спокойно Правда Конечно Даже Несмотря на то Что лайфтиллер Саегис И ему придется Держать оборону Тут еще и план Перехват Еще и смайл Кот отвалился Бывает такое Продолжаем смотреть Что ж В 17-24 Саегисом Ребята из Ихоум Но Ньюбе Точнее ребят из Ньюбе Но Ихоум давит У Ихоума все хорошо У них супер раскачиванный Террор Блейд С ЛКПшечкой уже И готовые ультимативные способности Тоже очень важно Будет очень интересная Следующая схватка Ал Чикин Под Энвизом Подкапывает Манобернит Хао Хао прожимает рейдж Хаосенжин Я что-то говоря приобрел Плотнее немного стал Кипи Уходит Окей В 33-м Эта встреча пошла Но пока не особо Торопится Ихоум Возможно В этом нет особого смысла Вдруг того что есть Агис у противника Можно просто элементарно Переждать Тем более что Максимуму своего развития Не достигнет Террор Блейд И его тиммейты Соответственно тоже То есть можно еще покачаться Можно еще крипов поубивать Можно еще пофармить Вот так вот ЛЧикин Действует Подкапывает Хао Он напернет Какой тоненький Дерзкий парень Вот прежде ему нет Дема Нет средств обнаружения Того самого Никса Поэтому он так Позволяет себе бегать Сюда Развлекаться Ну что и вот Теперь этот Агис Наставляет Просто не убейте Вперед Хао 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 Очень его реализовать Тенег лишних Уже нет Но атак Артефакты Были закуплены КП Есть Блинк Таггер Тоже внезапно Может Праймал Рора Начать Ну и Подтавливают Тир 2 Тавару У Хома По-прежнему Все имеется И Хома Также могут Ответ напасть Случится ли здесь Драка Вот в чем вопрос Рейдж Ухао Чтобы снести Давар Сан Рей Прошел Тут же Извязываются Карабаси Пошел Ланэм Подкопали Феникса Хороший камень По всем рэбет Что даже Только Му Успел прожать Пока Бо еще Пытается Раскоставаться Ланэма Он смог Это сделать Что дальше Витерскерсбул Тоже потрачит Пайбэкается Ланэм КП Пошел убивать Алл Чикина Но Террор Блейд Ну что же с ним делать Мубады Террор Блейд Просто бьет людей Да Ну и тут конечно Драку не проигрывают Ну вот Не всегда ты успеваешь Прожать рейдж Ты подставляешься Под один из Возможно Дизейбл Под камень Под коп Под все что угодно И тут же получаешь В ответ остальные Дизейбл Тяжело Вот именно поэтому Я Попытался бы Даже наверное В данной ситуации Как-то посоветовать Приобрести Какой-то БКБ Но лишним не будет То есть разочек Ты рейдж прожал Он действует Потом ты по По окончанию рейджа Прожимаешь БКБ И все это время Ты просто бегаешь И убиваешь противника В любом случае Шанс нанести Максимум ДПС Будет больше Но пока элементарно Даже нет денег Пытаюсь вернуть Оживить смайла Не получается Давайте контакт Сейчас Окей Что-то скайпе сломал Судя по всему Ну хорошо Так у нас там Айсайс Куда-то отвалился Будем как раз таки его ждать И смайла будем ждать Напомню пока Дорогие друзья Что на параллельной Трансляции На втором канале Там идет противостояние Двух вторых составов Этих организаций Крают нюби Вай против И хоум Эль Если я не ошибаюсь Вот так что тоже смотрите Интересно может Получиться Так И Должно быть все Пытаться Так что можно продолжить 10 секунд Драку спокойно Ну хорошо Интересный план На самом деле 10 секунд побегать Потом вернуться Может и такое сработать Но пока не получилось У него Факт в том То что если где-то Хаус зазевался Даже первый раз Рейдж свой не прожал Он получает Какой-то мини станчик Например камень И все Дальше его из дизеба Просто не выпускают С этим пока приходится Мерить Ну сейчас Можно не бояться Сейчас Айгис есть Более того Нет реведжа Пока у Тайтхантера Эл Чейкин бегает Вендитер Чейкин да Ой подцепили Айсайс Промалрор Пошел Если могут быть Прольшие проблемы Смогут ее забрать Форстаф Снова замечательный Два Форстаф И просто увозь Отисается из атаки Кака Пытается тоже Тут драться Она помогает А почему не помогает Толчикину Где все Ну что такое Почему вы кидаете Просто людей Реведж 5 секунд Реведж 5 секунд Могли бы начать драку Сейчас реведж Залетел бы Под конец Почему испугались Тут у Террблейда Блокенбар есть Как-то вот не решились Странно Терр 3 могут потерять Терр 3 потеряли Тут же смакуются Ихом Пытаются поймать кого-то Залетают Хиксуют кейпи Камень залетает Камень спил еще И феникса Тут же реведж Реведж неплохой по всем И вот снова Хао Не успел поражать рейдж У него большие проблемы Правда есть аегис конечно Пытается резать Так еще С руки Его отправляют На некоторое время в дизейбл Вне этого замеса Он возрождается Что дальше Жевает сломотить Все айсайз Айсайз против Хао И как же Хао Польный в инфест Прячется там И с аншега Теперь тоже проблемы Ну стоит айсайз Просто на месте Расстреляют противника Хао пытается уйти Там скади Хао не отпускает Еще пару ударов с руки Да и добивает айсайз Айсайз Не слишком жесткий Террорблейд Просто непробиваемый Да Там не террорблейд жесткий Ластилер просто Который не успевает Прожать рейдж Стоит в стане Тирает просто На халяву аегис А потом За вторую жизнь В принципе ничего не делает Я думаю Виноват здесь Именно он Ну тяжело ему Ну как тяжело Тяжело прожать кнопку рейдж Ну ты же не знаешь Когда от тебя стан залетит В смысле Тайтхантер откастует А тебя где-то в 500-600 рейджа Рэвидж Рэвидж разлетается Он не сразу же вылетает Так он под камень Не подставил сразу Первоначально Так ну какая рейндж Ну реакцию надо иметь Мы вчера видели Я не помню у кого Кто-то Слардар когда прыгал Помнишь И кто-то просто Прозвал рейдж Ночью Когда он тебя прыгает Слардар Это нормальная реакция Ну хорошо даже если бы он прожал От первого стана рейдж Ну он мог погрызть нормально Возможно да Ну тяжеловато В любом случае тяжело Но 6 секунд рейджа Не позволяет тебе От всех дизейпов Спастись Просто-напросто Переживают твои рейджи Ты погрыз бы Ты с Аегисом Там одного чувака Какого-то сгрыз бы Героя Вот потом Ладно умер бы После этого рейджа С Аегисом встал У тебя рейдж уже открутился Все еще это не помогает Бороться с террорблейдом Кстати говоря Не помогает Потому что он В принципе никого не дамажит Он умирается в драке Не на ся Ни на одного удара Понятное дело Не поможет Это проблема Поэтому и БКБшку предлагал Оно бы было попроще Где не успел рейдж Успеешь БКБ прожать А то из этих Потом уже поможет Ну Блокенбар Если собирать То после Кирасы Или сейчас Какой опасный артефакт У нас у Тейхантера Появляется Рефрешер Ну это жестко Это очень жестко Не вижу Опять меня вылетел Там вообще же Блокенбаров нету Есть Ну у Лина есть Блокенбар Да И Ластилер Который речь не жмет Остальные все ребята Будут встревать Под эти два ультимейта Будет очень жестко Еще один повод Купить БКБ на Ластилере Иначе Зыб Просто не пить Так Я вернулся Замечательно Что же мы с вами получаем Мы с вами получаем Что последние файты Хорошо проводят Ихом В частности конечно Террорплейд Проводят хорошо Террорплейд Уже идет жесткий отрыв По надворцу Соответственно по артефактам Тоже Видим что и Баттерфлай У него уже появился Террорплейд Все хорошо Потому что он сейчас Иллюзии просто развел Бесмастера на Ульту свою И на некра Еще вызванные О здорово Здорово Теперь Что у нас есть У нас есть реведж У нас только у Лучикина Нет ультимейта Но он бегает Постоянно под виндет У нас есть два реведжа Есть два реведжа Таша Да То есть у нас есть и фингер У нас есть и магнетайз У нас есть сайз Есть платформа То есть все имеется И ребятам из Ахом Хочется сейчас просто Выиграть одну драку И закончить эту игру Причем если Террорблейд Оказывается где-то Возле базы Ньюби И остается в живых Он сносит базу очень быстро Да В смысле сейчас он моментально Хотят зайти как Смотри как Неожиданно Вард стоит Нет портов нету Потому что Вард может На хайграунд поставить противника Вот Это он И Хау вкуснуть Моментально можно было бы На самом деле Оп залетают С Хикса очень быстро На КК КК Колден Врейс Получает пока будет жить Но по КБ И сейчас прожал вообще Что-то Фингер Пошел Есть Рэдж И Хаус Снова под рейвержем Стоит Да что ж такое Вот сейчас прожал Рэдж Но его пробивает Просто У меня такое ощущение Что обе команды Играют с каким-то дилеем С секунды в три Вот кинул себя На одну четверть ХП Винтера Верна В Колден Врейс Вот дай ему Фингер Сразу он умрет Продолжишь драку 4 на 5 Что ты ждешь Он так и не потратил Фингер свой До конца драки Ну и так справились На самом деле И так Да 1-0 И Хома Ну сучом Суть в том Что Террор Блейд Дали спокойно поформить Конечно И он благополучно Выформив себе Свои артефакты Просто выиграл Драку за дракой И его Ну до него просто Не хватило ресурса Чтобы пробить Да Такого Террор Блейда Уже не остановишь Которых 5 слотов Тебя просто бьет Как-то вот не получилось У них в первой игре Ну что ж Победа Тэхоум Такую мини-месть Они уже организовали Посмотрим Удастся ли второй карте Тоже заработать себе Лишнее очко Все это будет Несколько позже Дорогие друзья Прервемся на коротенькую паузу И вернемся И уходим